Добрый вечер! Информационная служба телеродокомпании Гомель протягивает свою работу в эфире. Устуды для вас працует Евген Поболовец. До начала до терминовых голосований на выборах депутата оплаты представников национального схода еще маль два тени. Але уже зараз практично усе размешанные на Гомельшине участки готовы до работы с насильницом. То стороны кутки выборщиков, где можно ознайомиться с основными законодавшими актами и биографиями кандидатов. Активность выборщик кампании оценил Олег Синтероу. Сгодно с започненными даденами областной комиссии по выборах депутатов Палаты представников, от дальнейшей боротьбы на Гомельшине выросли отмываться семь зарегистрованных претендентов. Одна из махчимых причин – великая конкуренция. Таким чином, выборщую кампанию у регионе притягивает 67 человек. Это прикольно четыре претендента на один депутатский мандат. Выборщий участок номер четыре Гомельской и Новобельской выборчай округи разместился на территории предприемства Гомельш Палеры. Основное голосование пройдет в помешкании столовой, а для детерминового отвели один с покою административного отдела. Сегодня тут можно ознайомиться с усими документами, у ответственности, за якими будут проходить выборы, а так само биографиями кандидатов. У Гомельской и Новобельской округи их четыре. Кандидат биологичных наук, генеральный директор товариства, депутат Палаты Простовникова попереднего скликания и юрист-консульт. Самому старейшему 66-го, молодшему 34-й, с 26-го жнивня на участку пошлось постоянно дежурить члены комиссии. С 26-го августа каждый избиратель, не только нашего участка, и на других, могут ознакомиться со списками, посмотреть, есть ли он в этих списках, ознакомиться с материалами по выборам, которые представлены в уголке избирателя. В данном случае у нас все это готово, и Конституция, и избирательный кодекс, и все материалы, кто входит в состав окружной избирательной комиссии, участковой, график работы, все идет согласно законодательству. За выключением одного кандидата, который провел встречу с опросовным коллективом, особенной активностью претендентов на четвертом выборчем участке Гомельской и Новобелевской округе, поколь не означается, как, до речи, и в других округах. Но в всяком случае, увидеть пикеты кандидатов на улицах Гомеля, поколь, достаточно проблематично. Хоть прокаты некоторых претендентов уже заявились, вероятность за все самой распрощенной и эффективной формой агитации в частности этой выборчей кампании станут миновиты особистые встречи с населенцем по месту братца и жихарством. Всю необходимую информацию о потенциальных депутатах представить и на выборчем участке номер 11 Гомельской центральной выборчей округе, який находится в будинку Державного колледжа мастерства имя Соколовского. Основное голосование тут будет проходить у фойе учебного корпуса для детерминовых, а двойной наставницкий покой напишем по версии. Кажут, что такое местознаходжение не будет створать перешкоды для научального процесса, для того, что это удобно для людей с обмежеванными махчимостями. Для работы с выборчиками на участках у Воголя рыхтуется грунтовно. Члены комиссии не только отримали специальные памятки, за ними проводятся еще и регулярные тренинги, на которых разглядаются все махчимые ситуации. Избиратель хочет проголосовать за своего родственника, что обязана члена комиссия делать в этом случае. Если приехал человек из другой области, обязаны ли члены комиссии его выдать ему бюллетень и каким образом поступить в этой ситуации. Если люди не могут проголосовать на избирательном участке, как мы действуем в этом случае. То есть приехать должны мы домой, нанестить этого человека и поработать. Ну вот различные ситуации, которые могут случиться на любом избирательном участке. Олег Сентяров, Вадера Копанько, телерада компания «Гомель». Сегодня на Гомельшине оценили стан готовности до зимы установ культуры. Проведена работа, оценена, как задовольняющая. Об чем ишла размова на селекторной нараде ведают наши корреспонденты. Гомельская областная универсальная библиотека сегодня гэта перш за все больше, как один миллион разных выданий. Утым лику редких книг. С 2007-го тут працует информационный центр Организации Объединенных Наций. Але библиотека гэта яшы и больше, как 4,5 тысячи квадратных метров вытворших площадь. И не завсёды новые инженерные сетки. Головный корпус побудованы яшы в 1961-м годе. И с того часу капитального ремонта тут не было. Тем больше важно якосно подрыхтовать установу до нового тепляльного сезона. Усе работы провели у отповедности, загадя распрасованным планом и затверженной сметой. В целом выполнены работы по гидравлическим испытаниям системы отопления, промывки системы отопления, поверка манометров, других контрольно-измерительных приборов. До осенне-зимного периода на Гомишине необходимо было подрыхтовать больше 800 объектов. Под ведомостных Головному управлению идеологичной работы культуры и по справах молоди. Для проведения работ з областного бюджету выдаткована сумма, якую финансисты оценивают як достатково значную. Притым, что в некоторых районах частку сродков не освоили до этого часу. Правда, размова не идзе об нечем масштабным. На особных объектах культуры не поспели установить автоматичные системы пожаротушения, ци видеоназирания. Недзе своячасова не провели тендер по бегущим ремонте. Але у любым выпадку гэтые факты не адмавляюць Галунага. Установы Галіны до эксплуатации у осенне-зимовый период готовые. А пошнями дарыча яшы 19-го жнюня. Об гэтым поведомили у отделе идеологичной работы культуры и по справах молоди Ветковского райвы Конкама. На сегодняшний день учреждениями культуры и организациям области получено 100% паспортов готовности в теплоисточниках и 100% паспортов готовности потребителей тепловой энергии. Было необходимо это задание выполнить до 1 сентября. С удовлетворением могу сказать, что сделали мы это на 2 недели раньше. Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Лепшага кинолога Беларуси вызначают у «Гомеля». 17-й открытый чемпионат внутренних войск по службовым шматборье собрал специалистов из Беларуси и России. Их службовые собаки повинны продемонстровать навыки огульного курса дрессуры, основ следопытства, проверки помешканню и свою психологичную стоилевость дострелов. Под обязанностей у наступном материале. На споборництво у «Гомеля» проехали 47 специалистов кинолога. Это войско, цунутрных войск, представники силовых структур Беларуси, а также федеральные службы выканания покарания у Российской Федерации. Усяго 10 команд. Споборництвы проходят уже трех номинациях пошых наркотичных и психотропных препаратов, выбыховых речев, криминальных пахований. Александра Андерова-Бянькоуск, одна из трех девчатки-нологов, якая прямая удела в споборництвах. Разом с Гермисом немецкая учарка и проехала сюда из Могилева. Четыры дни выступления у соправды стресс, як для господара, так и для учарки. Шмак людей, иншие собаки, побыш, новая дистанция, любая дробисть може уплывать на выник. Полосу он прошел хорошо, но на общаке можно было бы лучше, но так, как есть. Я изо дня в день занимаюсь постоянно собакой. Нет такого, либо общий курс, понятное дело, что он каждый день, то есть послушание, это хождение рядом, сидеть, лежать, стоять, голос, то есть это изо дня в день мы это делаем. Специалисты-кинологи до своих годованцев относятся, як до дятей. Валерий Перабаскин с бельгийской учаркой Федором наводживут под одним дахом. И он таки ж член семьи. Як выник, полная паразумение и перемоги у номинациях по пошуку злочинцев. У Гомель приехали у першыню. Алименты такие же, как были раньше в войсках, в принципе, довольно-таки сложные. В принципе, все доступно, все реально. В Беларуси нравится, очень чисто у нас. Хорошая организация, нравится очень. Сегодня в Беларуси налишивается коля тысячи кинологов. В Российской Федерации только в службе в оканане пока ранее упроцует больше 10 тысяч. Обмен в опытом стал уже доброй традицией. Служба не стоит на месте, развивается. Развивается и техника, и технические средства. Развивается методика, тактика применения. Поэтому каждый год мы что-то новое видим, берем себе на вооружение. Это как полезно и принимающая сторона. В прошлом году ваша команда принимала участие в наших соревнованиях. В этом году с ответом и визитом мы приехали. Поэтому я надеюсь, мы много нового почерпнем. В прошлом году наши сотрудники Департамента охраны и спецпродуктного управления «Алмаз» принимали участие в межрегиональных соревнованиях Юга России на базе Ростовской школы службы на Ростовском боководстве. Из 23 участников по курсу поездных всех веществ сотрудник «Алмаз» занял первое место. По общеростному профилю сотрудник Департамента охраны из 27 человек занял второе место. Но я думаю, что уровень говорит сам за себя. На наступный год команда с Беларуси примет дело с поборницей в Архангельску. Команда с трех человек поспробует зно подсвердить свой высокий профессийный узровень. Йоген Поболовец, Вероника Ворошилина, Максим Славин, телерадоя компания «Гомель». Сегодня работники органов державной статистики означают свое профессийное свято. В 1920 году, именно в этот день, Войсковый революционный комитет Беларуси принял решение об створении Советской Республики Центрального статистического бюро. В 1974 году оно было реорганизовано у Министерства статистики и анализу Республики Беларусь. В 2008 году переименовано в Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Без статистики немогчимо отримать реальную оценку социально-экономичного становища регионной краины. Примать правильное управление решение, вызначить стратегию и тактику дальнейшего развития. В управлении работают настоящие профессионалы своего дела. И те цифры, те данные, которые мы собираем, обрабатываем, обеспечиваем их конфиденциальность и хранение, и потом представляем в виде различных докладов, в виде различных сборников органам власти для принятия управленческих решений, они являются очень важными. В этот день хочу пожелать своим коллегам, ветеранам статистики, мира в доме, здоровья, счастья, успеха во всех делах, ну и, конечно, профессионального роста. Сегодня на пытание Жахара Ургийона отказал начальник областного управления Державтоинспекции Игорь Макушенко. Промая телефонная линия протягивалась агадину. За этот шанс были закранутые пытания безопасности дорожного руха, обсталевания парковок, а так само боротьбы с порушальниками в первую очередь худкостного режима и правила парковки. С Петрикова поскарделися на дрынный стан дорожного покрытия у райцентры. По словах Игоря Макушенко, Мясовая коммунальная служба пообяцали вырешить проблему в самый ближайший час. Шмат пытанев за вахи про панов поступало и по организации руха у центральной часы Гомеля. Начальник областной ДАИ отзначил, что протягнется работа по поширении проездных часток на некоторых улицах. Это позволит повысить пропускную махчимость дорог, а так само створить новые парковочные места. Поляпшение дорожной инфраструктуры для велосипедистов так само сярод распаусюдженных пытанев. Игорь Макушенко – старшиня областной федерации велосипедного спорта, а тому интересы аматоров двухколового транспорта близкие ему. Держат инспекции и студенты Белдута распрацевали проект по развитию велосипедного руха в Гомеле и в области. Зараз его сгодняются с мясовыми уладами. Проект различен на 5 годов. За этот час у областных центра повинна быть створена разгалинованная сетка велодорожек. Предложение по городу Гомеля завязать потом при реализации этой концепции пятилетней, завязать все велодорожки, которые будут по программе в единую. И чтобы это было километров 50-60 по всему городу. Но снова же, чтобы эти потоки велосипедного движения, пешеходного и транспортового, ну, меньше всего пересекались. Они будут пересекаться, но, тем не менее, сделать условия создать такие, чтобы это было всем комфортно. И до новинок культуры. Выстава иллюстраций по дороже заказкой и сенсам открылась у Гомеле. Ей автор, вядомая на Гомельщине Мастачка, Святлана Колоскова-Чаплинская. В экспозицию вошли чернобилые и коляровые иллюстрации до двух книг буддистской тематики. З открытия выставы наш наступный сюжет. Святлана Колоскова-Чаплинская взялась из-за створения книжных иллюстраций до двух селета выдаденных книг «Психология буддизма» и «Задумливые каски». Неколе я на так захопилась и медитациями, и практиками, что свой особистый погляд на философию буддизма вырошила перокласть и на паперу. Святлана признается, что праца над 45 работами – глубинная терапия для ее свядомости и тела. Но я еще только ученик, только начало, и мне пришлось весь этот пласт поднять. Это для меня было очень сложно. Я понимаю, что я еще до сих пор ребенок. Я, когда иллюстрировала эти книги, я все искала свою сказку, потому что их 33. И я была очень удивлена, когда я узнала, где моя сказка, и потом, когда я хорошо прочитала, еще раз подумала, на самом деле это моя жизнь. «Задумливые каски» – так называется одна из двух книг, до яких Светлана Колоскова-Чаплинская створала иллюстрации. 12 из них коляровые нарожались у Малайзии, где шмат светла и ярких фарбов. Остатние черно-белые были написаны у Гомели. «Сказочная история развожанни» – это суместный проект двух аутеров – ведомых российского психолога Владимира Козлова и гомельчанки Юлии Пауловой. Работы Светланы обладают удивительной многоплановостью, потому что это фактически работа медитации, и от зрителя они требуют той же вдумчивости и глубины восприятия. Сотражимое сказок базируется на общечеловеческих ценностях, на потребности в любви, потребности в дружбе, потребности в красоте и в обретении смысла. Поэтому вот эти смыслы, они в первую очередь расстреляются для зрителя через картины Светланы. Про створение этих графичных работ Светлана Колоскова-Чаплинская поспробовала поглядеть на буддизм про спрызму сучасного живопису. Это первый подобный опыт Мастачки. Прихильники ее таленту спадяются не опошни. Наталья Игнатенко, Максим Славин, телерадио «Компания Гомель». И опошни. Глядите завтра на телеканале «Беларусь-3» шарговые передвыборные выступления кандидатов у депутаты платы представников национальных асходов Республики Беларусь шостых искликанья. С 19.01 до 19.30 у эфира выступления кандидатов у Парагачовской окрузе номер 45. С 19.30 до 19.50 до выборщиков звернутся кандидаты Парышевской окрузе номер 44. Нахадаем выступления выйдуть у эфир на телеканале «Беларусь-3». На этом выпуск завершенный у студии працавал Евген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи у эфира.